Ребенок на продажу в Запорожье. Мать предлагала незнакомцам купить ее двухлетнего сына. Во сколько она его оценила и нашелся ли покупатель? Узнаем от Сергея Бордежа. Вы продали ребенка. Вы совершили преступление, что доставили на частью третьих, таких-то 49. Обменять двухлетнего малыша на 5000 долларов семья решила недалеко от дома, рядом с пивным ларьком. На сделку пришли всей семьей. И даже взяли с собой старшего, 10-летнего сына. После передачи денег 29-летнюю женщину и ее сожителя задержали. Полиции говорят, о продаже ребенка узнали от покупателя. Мать была готова дать младшего сына первому встречному. Просто на улице. Вона, может быть, пометила, что гражданка имеет деньги. Вот, то есть замужная родина. Поэтому и начала пропоновать скоять этот злочин. Как выяснилось, задержанные родители в Запорожье приехали из области в начале лета. И незаконно поселились вот в этом пустующем доме, говорят соседи. Вот так они и жили. Они тут все поворовали. Батареи, свет, все-все поворовали. Окна, все-все. В доме нет ни света, ни газа. В комнатах антисанитария. Соседи, говорят, не раз видели, как еду семья готовила на костре прямо во дворе. По поводу того, что дети поиспризорные, соседи обращались в полицию. Говорили, что родители лежат пьяные, что дети представлены сами себе, что надо обратить на них внимание. Но никто так не появлялся. В службе по защите прав детей тоже пеняют на полицию. Дескать, это они должны были отреагировать на обращение соседей и затем обратиться к ним. Теперь задача чиновников – найти родственников малышей. Ведь за попытку продажи ребенка матери-одиночке грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас дети в больнице под присмотром врачей. Их судьба пока не определена. За последние три месяца это уже вторая попытка продажи ребенка в Запорожье. В мае за новорожденную девочку семья просила 7 тысяч долларов. Дело сейчас в суде. Лина Зеленская, Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности – телеканал «Интер» Запорожье.